Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики Истории жизни про РСП, про сайты знакомств, про любовь, про психологию отношений, про всё про это. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты Истории жизни, психологии, отношений, чтобы посмотреть предыдущее видео. Рассказывайте свои истории в комментариях либо в разделе о канале, есть ссылка на мою соцсеть. Сегодня у нас с вами будет такая история, которую рассказал мне мужчина. Такая, знаете ли, прям вот своеобразная, скажем так. Ну, начинает он как бы издалека. Говорит, будучи, ну как, подростком, не подростком, сколько ему там лет было. В общем, 18 лет, да, это уже, наверное, не подросток, это уже совершенно летний взрослый человек. Значит, 18 лет он познакомился с девушкой, с ровесницей, ей тоже было 18 лет. Она, так говорит, на полгода у меня младше была. Мы с ней встречались где-то чуть больше года. Я её очень любил. Просто говорит, ну вообще, она для меня это идеал. Вот, всё в ней было прекрасно. Но, говорит, я человек очень такой, ну как бы, собственник. Я привык всё контролировать. И уже тогда, будучи вот, ну как бы, совсем юным, я тоже, конечно же, старался её контролировать. Как бы, я, говорит, до сих пор не могу понять, почему мы всё-таки с ней расстались. Я уже взрослый мужчина, уже много чего у меня в жизни было. Ну, в общем. Он говорит, мы с ней встречались. Как бы, я для себя твёрдо решил, что когда я закончу институт, я на ней женюсь. Я ей так и сказал. Даже сделал ей предложение. Я ей сказал, ты выйдешь за меня замуж через пять лет? Она сказала, да. Ну, где вы, а где пять лет? Да, то есть пять лет — это очень большой период времени, за который произойти может всё, что угодно. Ну, я так поняла, что из его разговора, что он всё время старался как-то её в чём-то ущемить, там в чём-то подозревал, старался там контролировать. Всё время какие-то устраивало ей такие вот сценки, скандальчики. Говорит, она мне, ну, естественно, не изменяла, я ей тоже, ну, только вот я у неё первый, она у меня первая была. Вы представляете, как классно вот им бы пожениться и жить вместе. Там он у неё первый, она у него первая. Просто песня. И тем более там любовь, все дела. Но я так поняла, что он вытравил из неё все вот эти вот качества. Потому что он её как бы зажимал, зажимал и говорил, да, я признаю, ну, вот с ним пообщались, он говорит, да, было такое дело. Я старался вот её буквально вот шаг влево, шаг вправо, там, куда ты идёшь, что ты делаешь, с кем-то разговаривала по телефону, там вот всё просто вот там сумасходящее всё это было. И в итоге они стали ругаться, они стали ссориться, как-то вот это всё пошло не то и не так. И в итоге она сказала, что я от тебя устала, я так просто больше не могу. Там и сцены были, там и плакали, сходились и расставались. В общем, это была долгописная, и в итоге они расстались окончательно и бесповоротно. Он говорит, естественно, после этого я пошёл по рукам. Ну, вот так он сказал, да, по рукам пошёл или к каким-то другим местам. В общем, было у него очень и очень много женщин. И он говорит, что лучше вот этой вот моей, первой у меня не было никого. И как бы, ну, шли годы, и я захотела жениться, да, как бы я захотела семьи. То есть я так выгулялся по полной. И как бы я встретила такую же девушку, очень похожую на мою вот эту вот первую. У неё была вообще такая же прическа, там цвет волос, там, как бы и рост, и комплекция. Говорит, ну, конечно, там было лучше, первая была лучше, да. Ну, вот это, ну, похоже, ну, не то что-то суррогат какой-то. Но всё-таки я на ней женился. В общем, он на ней женился. А ещё такой маленькая, как бы маленький такой нюансик. Он бесплоден. Он говорит, я в детстве переболел свинкой. Ну, насколько я знаю, да, тоже такое слышала, что если мужчина, мальчик в детстве переболеет свинкой, то он бесплоден. Он говорит, у меня вот такое вот и произошло. Вот. И, значит, потом я, конечно, мы живём в одном городе с этой моей первой девушкой. Всё там в соцсетях, там, естественно, там я знаю, где она, где он. Мы даже друг у друга в друзьях, но, естественно, мы не общаемся. Вот. И я узнал, что она тоже вышла замуж и родила ребёнка. И говорит, мне настолько это было больно, мне настолько это было неприятно. Ну, как о чём вы ожидали? Почему это больно и неприятно? Если прошло столько времени, у вас уже столько всё в жизни было, как бы годы прошли, да, естественно, жизнь, она идёт, она не стоит на месте, там люди сходятся, там расходятся, по-разному бывает, да. Конечно же, она вышла замуж, родила ребёнка и всё. Почему вот этого стало больно и неприятно, я не знаю. Он говорит, мы какой-то период времени ещё как бы общались, так, ну, мы расстались, но мы не врагами, говорит, расстались. Мы общались в такой дружеской ноте, когда-нибудь я мог ей позвонить. Но я ей звонил и всё время старался её поддеть, подколоть, потому что всё-таки расстались мы по её инициативе. Но она всегда поздравляла меня, звонила по телефону с днём рождения, соответственно, я тоже звонила её, поздравляла, это тоже было долго-долго. Ну, и, конечно, когда звонки эти были, мы о чём-то там общались, то есть как бы тянули какую-то такую связь, кота за хвост. Ну, наверное, не стоит этого делать. Говорит, мы с моей женой жили как бы вроде бы нормально, но как-то вот я понимаю, что это всё равно не то. Ну, вот это не тот человек. И я стал ей изменять. Я стал ей изменять, и мы с ней расстались, уже с женой рассказывают. Потом, в этот период, когда я расстался с женой, я узнал, что моя вот эта вот любимая первая, она развелась с мужем. Ну, у них там были свои тёрки, всё, как бы, ну, мы с ней там списались там, или созвонились, как обычно у них это, ну, происходило там, либо на какой-то день рождения на его или на её там, ну, что-то такое, да. И мы договорились о встрече спустя уже столько лет. Мы встретились с ней, она вообще, говорит, не изменилась, она всё такая же красивая, всё такая же притягательная и желанная. И я понял, что я хочу её. И я молча, без всяких вот предисловий, без всяких там предложений, я вынул, говорит, из кармана 100 баксов, положил перед ней и просто молча, ничего не говоря, на стол положил, подошёл к ней и говорит, у нас всё произошло. И всё, да, то есть я как бы вот ушёл, и мне так классно было, хорошо, я хотел, конечно же, ещё продолжение, но меня всё равно что-то раздирало, вот как бы я её люблю с одной стороны, а с другой стороны, она же могла не взять эти 100 баксов, не, ну я не знаю. Вот вы рассказываете, да, мне это всё рассказывал, вам что, жалко этих 100 баксов? Ну вы же сами их положили на стул, она вас не просила об этом, она вообще, наверное, была в шоке от вашего поведения, и может быть, не из-за этих денег она с вами там приспала, а просто там по старой памяти, по дружбе, может быть, она тоже так хотела, да, а вот вас сейчас что, жаба душит или что? Я вот этого момента с этими, с этой соткой, честно говоря, я не совсем поняла вообще, что это было. Ну ладно, допустим, было и было. И как бы в этот момент вот вам бы с ней сойтись, она разведена, вы разведены, я так поняла, тоже он развёлся со своей женой, потому что он не там гулял, изменял, она его там, ну в общем, расстались они, расстались. Он от неё ушёл, она неважна. И как бы вот он рассказывает, что болтается, как вот то самое в проруби сейчас, да, как бы ни туда, ни сюда. Говорит, я злюсь, я, говорит, очень злюсь на свою вот эту вот девушку. С одной стороны, я её хочу, я её люблю, но я её злюсь, потому что она со мной рассталась, и потому что, ну знаете, вот я вот всё это слушаю и понимаю, что у вас в голове какая-то каша. Вы сделали всё для того, чтобы она с вами рассталась. Вы сделали всё для того, чтобы с вами рассталась ваша жена, как она терпела ваши измены, как он рассказывал какое-то время, она догадывалась там, ну делая вид, что она этого там не замечает, что она что-то там не понимает, я продолжал там ей изменять, я хотела делать ей больно, как будто мстил за что-то, как будто представлял на её месте вот эту вот первую. Хотя ваша вот эта первая любовь, она вам ничего не сделала, вы просто выносили ей мозг, и она с вами рассталась. Всё. Понимаете? Всё. Дело у вас на самом деле. А ваша жена в чём перед вами виновата? За что вы ей мстили? Знаете, вот это вот всё очень похоже на какое-то такое маниакальное преследование. Ну вот согласитесь, да, вот есть что-то такое. Ну, в итоге он не стал дальше продолжать отношения со своей вот этой первой девушкой, со своей любовью всей своей жизни, потому что он всё-таки на неё злился, что она с ним рассталась. Он, видимо, очень такого высокого о себе мнения, и вот это вот его просто вот, ну как бы уничтожает. Вот это вот слишком завышенная самооценка, самомнение, или наоборот это заниженная самооценка, я даже никак не могу понять, да. Как бы, ну он такой немножко пафосный человек, амбициозный какой-то, а с другой стороны какой-то нежный, ранимый, тут какая-то такая каша, такая смесь, что вот, ну не разберёшь. В итоге он опять потом сошёлся со своей вот этой бывшей женой, которой он изменял. Они снова стали жить вместе, потому что она ему всё прощала и снова приняла его назад, когда он пришёл и сказал, ну давай всё-таки попробуем ещё раз. Он говорит, ну я уже вроде бы, да, живу со своей женой, как бы, а та моя бывшая любимая, она вышла замуж второй раз и родила второго ребёнка. Я живу со своей женой, у нас детей нет, потому что я бесплоден, и моя жена готова на всё, она меня любит, она мне простила измены, она согласна жить даже без детей, она-то может рожать, это я, говорит, не могу. Ну, как бы, ну меня всё равно что-то раздирать. Я понимаю, что рядом со мной женщина, которая меня любит, которая, ну вот этот типаж, который мне нравится, но всё равно это не то, говорит. Да? И меня вот это вот чувство эти раздирает. Я, говорит, не знаю, что делать. Я опять бешусь, потому что я наблюдаю за жизнью своей первой, вот этой любимой, и она посмела ещё раз выйти замуж. Меня это бесит. Как мне быть и вообще почему? Знаете, это я вот, ну вот, так вот историю, вот вкратце, может быть, рассказала, там, конечно, он пересказывал о каких-то красках с какими-то такими эмоциями. Я говорю, это похоже на какое-то маниакальное преследование. Вам надо было либо не доводить её вообще с самого начала, когда вам было 18 лет, либо, раз вы не смогли её забыть, раз вы искали похожую там девушку, женщину на неё, ну что значит похожую? Это всё равно будет абсолютно другой человек. А может, нужен конкретный человек. Вы эту любовь, такую какую-то, знаете ли, которая приносит вам боль, или может быть, вы сами себе приносите боль, в общем, вы эту любовь пронесли через всю свою жизнь. И когда она развелась первый раз, вам надо было на ней жениться. Вы должны были пройти этот путь. Тем более, как вы говорите, вы бесплоден, а у неё там есть ребёнок, для многих мужчин, кстати, это очень даже в плюсе. Ну, ему была вообще эта тема по барабану, просто как факт сказал, есть ребёнок, нет ребёнка. Тут всё было зациклено на конкретной женщине. Ну, вы упустили свой шанс, вы упустили его дважды. И сейчас вы мучаетесь, как бы, да, и страдаете. Ну, я не знаю, что тут можно сказать. Правда, я не знаю. Она уже вышла замуж второй раз. Я вам посоветовала просто оставить её в покое. Просто. Либо попробуйте, нет. Попробовать дружить, наверное, это не то, потому что невозможно дружба между мужчиной и женщиной, особенно, когда мужчина испытывает страсть, там, желание к этой женщине, тем более, она замуж вышла второй раз. Нет, нет. Вам надо оставить её в покое, выкинуть её из головы и просто жить свою собственную жизнь с вашей женой, которая вас любит и всё вам прощает. Но, видимо, вам не нравится такая женщина, которая, ну, терпила. Вам такая не нравится. А вам надо испытывать какие-то более острые ощущения, поэтому, ну, я не знаю, что тут сказать. Сказать нечего. Правда? Потому что, ну, жить своей жизнью и не заниматься ерундой, это всё, что я могу сказать. Ну, давайте посчитаем комментарии зрителей. В принципе, эту историю я рассказала, озвучила. Что вы посоветуете герою этому истории, который просто мечется? Он не знает, как ему забыть вот эту вот свою первую и единственную любовь. То, что он там женился, там, то, что он имел много женщин, там, изменял своей жене, вот это всё пустое. Для меня это прошло как-то всё мимо. У меня в голове всю жизнь, все эти годы сидит она. Посоветуйте что-нибудь. Может быть, у вас тоже была какая-то похожая ситуация лично с вами, либо с вашими какими-то родственниками, знакомыми, и вы просто знаете, как вести себя в этой ситуации. потому что у меня только один совет. Работать над собой. Вот, понимаете, это очень классно, когда вы ни от кого не зависите. И опять же, вы можете это, потому что всё в вашей голове. Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Годы идут, а вы не живёте. Вы занимаетесь какой-то ерундой и вы едите себя сами. Ну, значит, это не судьба. Значит, это был не ваш человек. Посмотрите на того, кто рядом с вами. Обратите на неё своё внимание. И прекратите её мучить, вашу жену. Ну, как бы она вас любит, и она пошла на такие жертвы, она стала жить с бесплодным мужчиной, она готова тоже не иметь детей из-за вас. Она прощала ваши смены. В конце концов, она простила, самое главное, не любовь. Ну, если уже вам совсем тошно жить с этой женой, ну, расстаньтесь с ней и не мучайте её. Пусть она найдёт своего мужчину, родит своего ребёнка и будет счастливой. Да, но будьте честны и с собой, и с этой женщиной, с которой вы сейчас живёте. Разберитесь с собой. Это вот самое главное. Поэтому, ну, это всё, что я могу сказать. Поэтому пишите ваши комментарии, будет очень интересно почитать. Всё, всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч. Пока.